Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и я люблю две вещи. Есть и сидеть в бункере, в игре под названием WW2 Бункер Симулятор. Мы с вами продолжаем, ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, сцена вот-вот загрузится, я веду код Азбуки Морзе, но пока хочу, друзья, с вами вот о чём поговорить. Ведь в прошлой серии, после атаки нацистов на наш бункер, я пытался таскать их тела, и я пропустил, они лежали буквально у меня под носом, и это доказывает, что у немецких войск офигительная маскировка, если даже вот прямо перед собой я не мог их увидеть. Камуфляж, друзья, с этим ничего не поделаешь. Так, ладно, у нас четыре коротких и одна длинная, а это значит, что это четыре, потом у нас идёт шестёрочка, после шестёрочки идёт опять четвёрочка, а после четвёрочки идёт двоечка и правильный пароль. Наши самолёты-разведчики обнаружили бронетехнику врага, движущуюся в твоём направлении. Наши войска выдвинулись из сектора Юта-Бич на север. Девятая пехотная дивизия заняла город Квинемель, в котором находится немецкий командный пункт. Друзья, похоже на нас сегодня будут нападать танки. В тот день, в который, как ты знаешь, тебя могут атаковать бронетанковые части противника? Я не знаю, меня не атаковали они никогда. До начала атаки ты можешь отправить по радио шифровку с просьбой доставить боеприпасы. Давай попробуем. Ага. Так я не могу отправить. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой, уничтожь все танки противника. Так. Лада, мужик, мужик, знаешь, что делай? И не знаю, ничего не делай. Погоди, мне больше страшно. Страшно, страшно, страшно. Мне нужно срочно... Я бы поел, но не до еды сегодня. Мне нужно отбивать бронево-танковые войска. Они уже движутся. Я никогда не стрелял из пушки. Я не знаю, получится ли. Она заряжена, кстати. Офигеть. У нее нет прицела. И я не могу повернуть ее направо. Или куда-то еще. Значит, танк должен ехать с этого направления. Потому что, если он отсюда не будет ехать, то я понятия не имею, откуда. Во дела. Ну и ну, друзья. Если самолетов я не боялся, потому что зенитка была скорострельной, и из нее можно было целиться, то вот танке это страшно. К тому же... Ну, нет. Наверное, танк не смог бы разворотить бункер. Вряд ли, конечно. Ну, после нескольких выстрелов, только если... Что, кто стреляет? Я слышал выстрелы, но танка не видно. Что? А откуда-то? Он стреля... Подожди, может, базуку стоит взять? Вот, нихрена себе. Танк ездит по кругу. Вот, к этому я готов не был. Я думал, он... Как же, как... Короче, я думал, просто садишь за пушку и увидишь его. Так, мне нужна базука. Базука, базука, базука. Где моя базука? Берем в руки базуку. Боеприпасы нужно взять. Где боеприпасы? Вот они. Еще боеприпасы. И еще. Где-то тут еще вроде бы лежали. Вот еще один. Побежали! Так. Так, 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 так. Уже один пулемет уничтожен. Точнее, зенитка. Где чертов танк? Вон он. Он ездит в одном и том же месте. Нужно подобраться к нему поближе. И произвести выстрел. Блин, хоть бы он ехал. Он едет к пушке. Отлично, это наш шанс. Так, пушечка, сейчас я тебя буду использовать. Ты уж не обижайся на меня, но... Получи! Это все? Это все, на что был способен танк? Только и всего? Так, используй позицию МГ-2. Вот эта позиция. Базуку я тогда пока оставлю тут. Патронов нет. Буду, если что, с пистолета отстреливаться. Мужик, давай тоже что-то делай. Это, подожди. Отдай пистолет. Пистолет отдай. Так. Патильник в блиндаже! Где? Воюем! 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 Паника! Так, мужик, короче, ты, думаю, сам справишься со всем, а я буду отстреливать их отсюда. 16 человек! Мамочки! 16 штук будет врагов. Ёлки-палки! Да это вообще жесть. Друзья, мне страшно. Можем и не пережить эту атаку. Так много на нас не нападали еще никогда. Готов. 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 Лежать. Ёшки-матрешки, это же просто жесть. Ну, если бы у нас не было напарника, который прикрывал бы наши тылы, я не знаю, чем бы все это обернулось. В общем, мы будем его кормить сегодня борщом. Борщом, супом, фрикадельками, колбаской он будет кушать от пуза, потому что... Как они резко вылазят в конце-то концов. Они прямо вот из-за угла выскакивают мгновенно. А, так не честно, братан! Мы так не договаривались, алло! Ёшки-палшки, что? Пистолет стреляет далеко. Это... Это везение! Ууу, пистолет мега мощная пушка, имбалансная, я бы даже сказал. Гораздо лучше пулемета. Пули летят ровно, все четко, все красиво. И мне предлагают следить за противником. Да вы издеваетесь! Да вы, черт возьми, издеваетесь! Я не готов. Кто там стреляет? Алло! Еще есть желающие, может быть. Ну, вроде угомонились, вроде бы успокоились. Как там Боб Джонсон? В кого он там стреляет? Он вообще жив? Нет, здоров. Давайте найдем Боба Джонсона. И только после этого будем выходить за пределы бункера. Не удивлюсь, если он где-то спрятался. Хотя нет, Боб Джонсон, он отважный воин. Он всегда летит в бой первым. Но нигде его не видно, он просто где-то. Мне казалось, он тушенку подъед... Боб Джонсон, молодец, ты не убежал, не покинул меня. В общем, охраняй, пожалуй, бункер. Да, тут и оставайся. Хотя ты можешь походить, поразбирать завал. Пока я занимаюсь другими вещами. Но нет, Боб Джонсон, мы с тобой вместе пойдем. Я не готов один выходить. И давай за мной, братан. Давай. Потом я вернусь. Обыщем все тела. Соберем все ресурсы. Но сейчас мы должны следить за противником. Есть ли у меня винтовка? Так, а вот знаете что, друзья? Наверное, вот эти штуки надо бы оставить. Чтобы можно было с собой что-то таскать. Потому что там будет множество трупов, много припасов. Боб Джонсон вроде бы и за мной идет. А в то же время вроде бы и пытается отлынивать от работы. Нехорошо, Боб Джонсон. Сегодня у нас самый напряженный день за всю историю бункера. Да блин. А ты пытаешься отлынивать. Нельзя так. Так, выбрасываем. Пускай оно лежит на полу. На полках занимает слишком много места. В том числе и гранаты. И вот это. Базуку тоже выложим. Пулеметные патроны я положу на место. Винты пускай тоже валяются тут пока. Вот так. На место я имею ввиду туда, где находится пулемет. Как раз таки на позицию вторую вроде бы и не помешало бы положить. А нет, тут же в ящике есть боеприпасы. Нормально. Значит на первую позицию. Боб Джонсон. Сейчас будет мясо. Резня. Как говорится, жесткая резня. Ну, по-моему, скопилось больше, чем нужно. Надо уже все-таки на вторую позицию Боб Джонсон ложить. Блин, я не могу сосредоточиться. Я не могу собраться с мыслями. Мне просто не хочется выходить из бункера. Они сломали зенитку нашу. Она сломана. Да, у нас есть ремонтные наборы. Мы починим, но... Зачем тогда пушка стоит в том месте, если я не могу даже из нее стрелять по танкам? В чем вообще смысл? Танки должны были ехать вон оттуда. Но они ехали с другого направления. Вот тебе и на. Вот тебе и дела. Так. Бинты. Боеприпасы. 9 на 19. Пистолетные, видимо. Тут у нас патроны пулеметные. Блин, да, дофига всего. 4 упаковки кофе даже он с собой взял на войну. Молочина. Одобряю. Так, что у тебя? Смалец. Индейка. Пистолет мне не нужен. Множество тел должно быть разбросано вон там. Да, сразу их обыщу, чтобы потом не запутаться. Запутаюсь стопудово в любом случае. Так. Так. Сюда. Все сюда. Чай. В чем он собрался его заваривать, только непонятно. Яблоко. Патроны. Часы. Индейка. Гранаты. Да, блин, сколько этих гранат. Ну, это все получается, да? Там еще вроде как двое. И остальных я даже и не помню, где они были. Да нафиг этот бинт. Оставь себе. Колбасу я, конечно, заберу, а бинт можешь оставить. Да гранату тоже оставь. Нафиг. Мне твоя граната вообще нужна. Была бы тушенка. Другое дело. Я бы, конечно, не посмел бы ее оставить. Потому что Боб Джонсон прожорливый. Тот еще чувак. О. А вот тебя я не обыскал, да? Нужно ли нам это? Оно пригодится. Так. Ну что? Где точка, в которую нас отправляют, Бобби? Помчались. Ты смотри в оба. Следи за всей обстановкой, за местоположением противника, за расположением войск и так далее. И если вдруг нужно будет разминировать минное поле, ты же понимаешь, Боб, что ты побежишь на минное поле? Так. Хотя нет. Не надо, не надо, мужик. Все-таки мы с тобой уже породнились. Не хочу тебя потерять. Вопрос. Откуда они выпрыгнут? Сзади? Спереди? Слева? Справа? Справа? Да что он такой живучий-то? Ни хрена себе. Боб, ты это видал? Как ты объяснишь это? Ну, этому я в голову попал. Понятное дело, что он сразу отъехал. Но предыдущие четыре или пять пуль я выпустил в него. Это же безумие. На всякий случай перестрахуюсь. Они могут затаиться и потом нанести удар сзади. Ладно, я быщу их тела. Тут же нет мин. А, блин! Что это было? Да ладно! Это что такое? Что это было? Друзья, смотрите, в этот раз танк едет как раз таки оттуда, откуда я его и ждал. Но прицелиться из этого орудия... Я не могу. Я... Надо выше стрелять. Так. Еще один снаряд возьми. Давай, заряжай. Заряжай, заряжай, пока пушка не уничтожена. Чуть выше. Попал, нет? Еще выше? Давай, 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 давай. Я не попадаю по нему. Ладно! Пошли ва-банк. Я сам попробую на него напасть. Он едет сюда. Так, мне нужен аспирин, срочно. В общем, он полностью разворотил это орудие, и оно оказалось по большому-то счету бесполезным. Потому что я не могу прицелиться. Дым не позволяет понять, куда вообще снаряд летит, куда он прилетает. Здорово, братан! Выжил! А как тебе такое, дружище? Выжил! Ты чего? Нифига! В этот раз полный танк немцев! Да вы прикалываетесь, что ли? Что это за ловушка? Что? Офигеть! Я этого не ожидал. Вообще. В этот раз, друзья, одновременно с танком, еще и обычные немцы решили напасть на меня. Это просто безобразие. Ни стыда, ни совести у них нет. Так, откуда выйдет танк? Второй раз он выехал как раз таки с холмов. Откуда я и ожидал его увидеть впервые? Сейчас же совершенно непонятно. Я его нигде не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так не честно. Каждый раз становится все сложнее и сложнее. Что за фокусы? Так, танк уже стреляет. Он, похоже, все-таки оттуда приехал. Просто... Просто я его не видел. Ладно. Это не беда. Это не страшно. Где ты? Вот он, вот он едет. Нужно стрелять ему вбок. Тогда больше всего урона получается нанести. Есть попадание. Но почему не ваншот? Раньше был ваншот. Ну как раньше? И в этот раз они не... А, высадились. Я был готов к этому, ребятки. Я был к этому готов. Фух. Он ползет? Ха. Больше не ползет. Фух. Жестко. Жестко. Мы потеряли зенитку. Но это не беда. На самом деле, Боб Джонсон нам вовсе не помогал. В общем, выбегаю я такой из бункера. Думаю, ну сейчас. Выстрелю разочек. А они бегут. Оттуда бегут. Отсюда бегут. Отовсюда бегут. Вон взрывы. За горизонтом. Это жесть. Вы, гребаные засранцы. Вы что делаете вообще? Ну это же не по-человечески. Не по-людски. Ну от вас я ничего другого и не ожидал. Но все-таки, ну хотя бы попытаться можно было по-честному воевать. Как вы выпрыгиваете из танка? Просто объясните мне. Танк взорвался, а они довольные выпрыгнули из него. Надо сфоткать танк для превьюшки. С базукой. Да елки-палки. Во. Ладно. Я побежал. Обыщу другие тела. И в первый раз. Почему я погиб? Честно говоря, до сих пор не особо понятно. Я помню, что был выстрел. Я только успел понять, что по мне стреляют. И сразу же последовал взрыв. Похоже, я взорвался на мине, которую взорвали немцы. Она сдетонировала? Или они гранату бросили? А я просто об этом не знал. Хотя до этого момента гранат они не бросали. Может из базуки? Может танк еще один приехал? Вообще, ну... Я даже примерно не понимаю, что случилось. О, о, о. О, о, о. Стоит, стреляет. Посмотрите-ка на него. Какой козел. Че принес? Вот, это я понимаю. У нас как раз заканчивается аспирин. Предлагаю поменять гранату на лук. А бинт на гуляш. По-моему, отличный обмен. И того, и другого, и бинтов. И гранат у меня больше, чем нужное. Я их не использую. Так. Ну, все, что я видел, я подобрал. Давайте бежать в бункер. Все. Не хочу я бегать по минным полям. Реально страшно. Очень страшно. Это не голова, случайно? Нет, это табличка. Вон. Я уж хотел целиться и стрелять. Так, Бобби. Сейчас будем есть тушенку, братан. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты, главное, потерпи немного. Сейчас покушаем. Я сперва покушаю. Потом ты покушаешь. Кастрюля пустая. Порции три. Давай. Гуляшика. И одну порцию Бобу отдам. Плюс воды бы я хотел выпить. Давай. Водички попьем. Бобби, иди сюда, братан. Давай. Боб. За мной. Давай. Только по-нормальному. По-человечески. Потому что мы тут все люди. Ты берешь, набираешь в тарелку суп или гуляш или рагу, что это, и ешь. И больше не выпендриваешься и не спрашиваешь никаких вопросов. Договорились? Все, давай. Жди приказа, во-первых. Во-вторых, ешь. Съешь блюдо из кастрюли. Со сковородки. Во. А то в прошлый раз он путал сковородку и кастрюлю. Я говорю ему есть из сковородки, а он пошел и набрал из кастрюли. Это было в прошлой серии. Это было странно. Так, что я хотел бы? Воды попить. Точно. Давай. Боб, может быть, тоже хочет, наверное, попить воды. Ешь. Выпей. Сосуды пустые, а это что? Дурак, что ли? Съешь что-нибудь. Выпей. Ну вот. Ладно, я наберу ему в чайник тогда. Видимо, он хочет быть таким же, как я и пить из чайника воду. Ну на, пожалуйста. Пей. Это приказ. Рядовой, это приказ. Во. Из чайника он готов пить. Удивительное рядом, друзья. Ладно. Давайте переложим тушенку. Еду сюда. Яблоки. Лук. Вместо гранат. Чай. Я буду хранить в главном помещении. Также у нас есть гуляшек. Колбаса. Лада. Целая куча на самом деле всяких разных вкусных, приятных штук. Ну вон фасоль, например, вместо пулемета. Так, ну да. Давай. Это сюда. Лучок. Куда мы положим? Сюда. Чай. Вот сюда. На полку. Смотрите. Два комплекта часов есть. Лук. А что это ты тут делаешь, лук? А что это ты тут делаешь? Прячешься от меня? Я как-то искал, лук не мог найти. А он, оказывается, вот так вот и лежит. Офигевший лук. Так. Куда я положил, я не знаю. Куда ты положил? Где голубая этикетка? Не вижу. Что у нас такой еды больше нет? Есть. Это колбаса. В банке. Прикольно. Картошка. Так же, так же все. Блин, скучаю по колбасе, которую мы нашли в прошлый раз, друзья. Помните, да? В первый день, когда я был еще жив, такая колбаса была красивая. Такая аппетитная. Такая прямо вся из себя офигенная. А вот сейчас ее нет. Где, кстати, Боб Джонсон бегает? Так, ладно. Пока горит костер, я выложу боеприпасы. А, он решил сесть, поотдыхать. Ну, он не заслужил. Конкретно сегодня не заслужил. Он сидел в бункере, как крыса, спрятался и не хотел отсюда выбираться. Непонятно почему. Так. Так. Пулемет, я не знаю. Базуку выложить нафиг, пускай валяется. Томпсон. Я с собой таскаю. Не знаю, на что надеюсь. Патронов для Томпсона у нас нет. Просто, просто их нет и все. А я их ношу с собой. Думаю, ну, может пригодится когда-нибудь. Похоже, никогда. Так. Пулеметные штуки. МГ-2. Потому что на позиции МГ-1 у нас пулеметных штук больше, чем нужно. Зенитку нужно будет еще отремонтировать сегодня. Давайте возьмем ремонтный комплект. Хоть игра об этом и не говорит, но я знаю, что это сделать нужно. Винтовку. На позицию. Ремонтный комплект. Че? Я ж его взял. Где он? Че? А, он в руках. Пипец. Оказывается, он в руках. Фух. Перепугали меня уже. Перепугали. В очередной раз за сегодня. Нельзя же так с людьми. Так. Ремонтируем. Ремонт занимает много времени. Но оно того стоит. Если полетят самолеты, мы будем готовы дать отпоры. Если полетят корабли, мы будем давать отпоры. Если поедут танки, ну, тут уже фиг знает. Танки выезжают непонятно откуда. Предугадать это тяжело. Умелец. Неплохо. Навыки растут. Давайте ремонтный комплект прямо тут и оставим. Пускай лежит и ждет своего часа. Немцы его все равно не украдут. Ну, а я вместе с Бобом Джонсоном потренируюсь маленько. Пускай смотрит, как тренируются настоящие солдаты. Боб Джонсон, смотри. Сейчас увидишь высший класс. Поехали. Девять раз нужно нажимать пробелы. Да, это жестко. Кто здесь командует Боб Джонсон? Кто здесь главный? Боб Джонсон, смотри. Будем худеть вместе, Боби. Отжимания, приседания, поднимание жопы, опускание жопы. Путь к успеху ведет через кровь, слезы и пот. Много пота. Боб Джонсон. Я смогу. А сможешь ли ты, Боб? Я не смогу, наверное, так много нажимать на пробел. Мы тут в игру играем или руку качаем? Я не понимаю. Не, ну вы видите, это бесконечное нажатие. Давай, Бобстер. Непобедимый солдат. Боб, 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 смотри и бери пример с меня. Смотри, Боби. Еще немножко. Ты куда, Боб, пошел? Что за неуважение к старшему офицерскому составу? Боб. Свинья ты, Боб. Я ради тебя стараюсь. Тушенку тебе ищу, а ты вот так со мной. Я покормил тебя сегодня. А ты просто плюнул в лицо мне и ушел. Нападают. Я знал. Я знал, что этим не ограничится. Позиция МГ. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я почему-то знал, что сегодня этим не ограничится. 17 солдат. Ну, конечно. Не с утра пришли, так днем. Позиция МГ-1. Боб! Ты что, часовой охреневший? А если Боб погибнет? Ну ладно, это его выбор. Я не буду его отзывать назад, Боб. Это твой выбор. Я не вправе тебя осуждать. Но лучше бы ты сидел в бункер и прикрывал бы мой тыл. Честно говоря. Пользы было бы в разы больше. Ну и где враги? А вон. Нифига он метки. Представьте меткость этих солдат. Патроны сквозь него проходили все это время. Это нормально? Ну что это за ебаная? Ладно, друзья. Решил я пока на этом остановиться. Что-то у меня немножко пригорело. Прошу прощения. Я обязательно пройду этот момент. И мы с вами вместе продолжим. Ну а пока на этом все. До новых встреч. Удачи. Пока. Надеюсь, вы никогда не узнаете, что такое война. Пока, друзья. Будьте счастливы.